По этой дороге каждый вечер домой возвращаются школьники, которые учатся во вторую смену. И на ней нет ни одного фонаря. Тротуара тоже нет. Лужи можно увидеть разве что в свете фар. Но машины здесь ездят редко, поэтому встречать детей многие жители ходят с фонарями. Поселок Варский погрузился во тьму этой осенью. Люди обращались к главе, чтобы тот занялся вопросами уличного освещения, но решения так и не дождались. Мне кажется, это бесполезно. Он говорит, что очень много фонарей у нас повесили. Но где они, не знаю. Вот там вот два фонаря ставят подряд. А тут на повороте он постоянно не горит. Александра Александровна приехала в Варский 30 лет назад. Так и осталась в поселке. Преподавала в местном техникуме. Отдала своей профессии большую часть жизни. Ей здесь нравилось недалеко от Рязани и в то же время комфортно жить. Однако в последнее время приходится наблюдать за тем, как поселок приходит в упадок. И с детьми люди идут вечером поздно. И с остановкой, и с конца, и с движения через кара сейчас идет автобус. А идем в темноте, грязь, сырость, в лужу попал, в яму попал. Нам нужно много слабо. Смотри, какая дорога у нас. Очень страшно. Движения, машины ездят. Даже в Рязанске очень много машин здесь ездит. Мы не знаем, даже люди, кто проезжает, собьют. И даже не знают, что это собьет. Плохое освещение – не единственная проблема ворских. Плохо ходит транспорт в Рязани. Попасть на прием к врачу – масса коммунальных проблем. А люди уже не знают, кому писать, потому что большинство их обращений остаются без ответа. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».